Когда-то, в эпоху школьной скамьи, мне нравились детские приключенческие книги. Алиса Селезнёва был одним из моих любимых циклов. В том небольшом городке, где я жил, нельзя было достать многих книг, и сколько повести о приключениях девочки Алисы написал Игорь Можейко, он же Кир Булычёв, я не знал. Но уже много лет спустя, с появлением интернета, я прочитал весь цикл. Почему экранизируют только самые ранние произведения, я решительно не знаю, поскольку такие повести, как «Подземная лодка», «Война с лилипутами» или «Город без памяти» тоже могли бы стать хорошими детскими фильмами. Конечно же, в школе мне нравились и экранные приключения Алисы Селезнёвой. Впервые я с этой героиней познакомился по мультфильму «Тайна третьей планеты» экранизации третьей книги цикла «Путешествие Алисы». «Гости из будущего», снятая по пятой книге «Сто лет тому вперёд», отражала совершенно другой образ и сегодня вызывает тёплые ностальгические нотки. Сериал показал как утопическое идеализированное будущее, так и советскую эпоху, близкую, понятную и светлую. Затем были и уже не слишком удачные «Лиловый шар» и «Остров ржавого генерала». После этого алисомания пошла на спад, новые книги из цикла приключений Алисы уже не расходились прежними тиражами, но 20 лет спустя героиню решили возродить. Первой ласточкой нового времени стал мультфильм «День рождения Алисы», экранизация четвёртой книги. В этом фильме Алиса вновь отправляется в прошлое, но уже на другой планете, цивилизация которой удивительно похожа на советскую эпоху. В целом мультфильм вышел неплохим, кстати роль капитана корабля тут озвучила Наталья Гусева, которая сыграла Алису в «Гости из будущего». Планировалось после этого запустить в производство полнометражный фильм «Приключения Алисы Селезнёвой. Пленники трёх планет», где главную героиню уже в подростковом возрасте должна была играть Даша Мельникова, известная по роли Жени Воснецовой в сериале «Папиной дочки». Но проект был закрыт, успел выйти лишь трейлер. Права на экранизацию Алисы оказались в руках студии «Базилевс» Тимура Бекмамбетова. Изначальный концепт новых приключений Алисы был другой, рассчитанный на подростковую аудиторию. Но затем «Вектор» сменился на детские приключения с акцентом не только на саму Алису, но и её одноклассников. В итоге в 2013-м начал выходить мультсериал «Алиса знает что делать», продержавшийся в эфире два с половиной года. За это время вышло 24 серии. К слову, Алису здесь озвучила всё та же Даша Мельникова, а её подругу Наташу – Мирослава Карпович, которая сыграла Машу Воснецову в «Папиных дочках». Немного моих мыслей. Поскольку в 2013-м я уже совсем не был ребёнком, мне этот сериал был не очень интересен, но я посмотрел все серии, что были выпущены на тот момент. Не сказать, что остался разочарован, но было понятно, что это обычный детский мультфильм про приключения Алисы и её друзей с возведением характеров персонажей в абсолют, как это часто бывает. И в основу сюжетов сериала положен оригинальный сценарий, а не книги Булычёва, из которых, по сути, были взяты только персонажи. И поскольку последние эпизоды вышли уже в 2016-м, я сериал не досмотрел. Ещё я был разочарован, что в сериале не было Пашки Гераскина. Это второй по важности персонаж Алисианы, который чаще всего и переживал приключения вместе с Алисой. Странно, что в мультфильме его заменили на нового персонажа – Лёху Тетёрина. Сами создатели говорили, что изначально Гераскин планировался, но его никак не могли нормально сделать, поэтому просто создали нового персонажа. И вот в 2021-м году стало известно, что Централ Партнершип совместно с Фондом Кино будут снимать новый фильм про Алису Селезнёву. Сомнения насчёт этой идеи возникли уже тогда. В следующем, 2022-м, нам показали первый тизер, где Алиса под ностальгическую музыку предстала в знакомом платье, как в «Гости из будущего», только голубом, и с, на минуточку, розовыми волосами. И уже одно это немного коробило. Особый бонус – от создателей фильма «Лёд» и «Притяжение». И это прям добавляло пессимизма. В 2023-м мы увидели первый полноценный трейлер. И вновь главного мужского персонажа зовут Коля Герасимов, как в «Гости из будущего», а не Коля Наумов, как в оригинале. Видимо, чтобы избежать ассоциации с реальными пацанами. Но стало понятно, что это теперь не детское кино. Из детской фантастики пытаются сделать блокбастер, наполненный драками в стиле восточных единоборств, жуткими антагонистами, спецэффектами. Всё это приправляется романтической линией и диким пафосом. И, конечно, всё это никак не сочетается с треком из оригинальной «Гости из будущего», таким спокойным, умиротворённым и мелодичным. Новая экранизация явно рассчитана на подростков старшего возраста. Но, несмотря на ужасный трейлер, я, как человек, для которого Алиса Селезнёва навсегда останется одним из любимых персонажей детской литературы, скрипя сердце, решил пойти в кино. Конечно, после трейлера я был наполнен скепсисом и вообще ничего хорошего от фильма не ждал. Что ж, давайте расскажу о своих впечатлениях от данного кино. В преддверии просмотра новой экранизации я перечитал оригинал и обратил внимание на пару деталей. Прежде всего, сам фильм позиционирует себя как научная фантастика. И это нам уже говорит, что экранизация даже не будет пытаться соответствовать оригиналу. Книги про приключения Алисы, в том числе и «Сто лет тому вперёд», это детская фантастика, совершенно другое направление в жанре. В оригинале Алисе 11 лет, в фильме ей 16-17, что говорит нам, на какую аудиторию рассчитывали создатели фильма. Поэтому читал я книгу совершенно зря, от Балучёва там только сама вселенная и персонажи, получившие новое воплощение. Но помимо этого, фильм много чего позаимствовал и из других проектов, о чём мы поговорим позже. И если вы дослушали до этого момента, да, всё это было лишь предысторией к самому кино. Я разобью этот обзор на несколько частей, и уже после этого попытаемся сделать общие выводы. Прежде всего, стоит отметить хронометраж фильма. Он идёт аж 155 минут. Учитывая мой скепсис по поводу российской фантастики, я опасался, что фильм будет слишком затянутым и чересчур молодёжным. И так оно и есть. Но на удивление видно, что авторы старались, и уже хотя бы за это стоит их похвалить. Главным героем истории является вовсе не Алиса Селезнёва, а Коля Герасимов, который случайно оказался в будущем в 2124 году. На тот момент человечество уже установило контакт с инопланетными цивилизациями и, разумно используя свои ресурсы, сделало огромный скачок вперёд по налаживанию межгалактических отношений. Космические пираты во главе с Глотом пытались всех поработить, но общими усилиями их удалось разбить, а его самого посадить в межгалактическую тюрьму. В решающей битве с Глотом Кира Селезнёва пожертвовала собой во благо цивилизации и стала общенациональным героем, искоренившим космопиратов. Годы спустя Алиса, дочь Киры, уверенная, что её мать жива, готовится к поступлению в кадетскую академию, названную в честь её матери. Именно в это время и попадает Герасимов, невольно активируя артефакт Космион, который и переместил его на 100 лет вперёд. Он знакомится с Алисой и выясняется, что он знает её мать. Как вы видите, сюжет совершенно не соответствует книге Булычёва, но первое, на что обращаешься здесь внимание, это реклама, особенно навязчивая от Сбера, который, видимо, поспособствовал тому, чтобы будущее было таким прекрасным и высокотехнологичным. Второе. Тот знаменитый миелофон, который в оригинале Алиса использовала, чтобы улавливать мозговые волны животных, здесь заменён на Космион, который и перемещает во времени вместо машины времени из оригинала. Но интересно, как он это делает. Находя носителя, он проникает в его тело, и этот самый носитель при эмоциональном потрясении способен переместиться в будущее или прошлое, но только строго на 100 лет. Причём делает это как Макоте из аниме «Девочка, покорившая время». Концепт тот же. Кстати, аниме тоже снято по книге и тоже довольно сильно разнится с первоисточником. Прыжки во времени и само по себе объяснение путешествий во времени явно тут отсылает к назад в будущее Роберта Замекиса. Сцена, где весельчак У останавливает мечом машину, этот момент был, кстати, в трейлере, отсылает нас к ночному дозору, где машина также сминалась. Сцена боя Алисы и Киры с весельчаком У в коридоре явно навеяна олдбоем. Сцена открытия артефакта очень похожа на подобную сцену в пятом элементе. А космические корабли при первом контакте с людьми похожи на те, что были в притяжении. Сцена драки в классе между Кирой и весельчаком У напоминает те сцены, где Джеки Чан орудует подручными предметами. На саму вселенную Алисы Селезневой здесь тоже есть, пусть и не всегда удачные, отсылки. И помимо ремикса песни «Прекрасная далека», мы тут слышим и другие треки из «Гости из будущего», а также трек из «Тайны третьей планеты». Уже отмеченное ранее платье Алисы из «Гости из будущего» тут тоже фигурирует, но голубого цвета, видимо из-за волос главной героини. Отмечу, что Алиса в фильме собирает зеркальный кубик Рубика. Это не футуристическая игрушка, а модификация кубика Рубика, придуманная Хидетоши Такедзи в 2006 году. Романтическая линия никогда не была присуща циклу «Приключений Алисы». В 100 лет тому вперед на это делается особый акцент. Видно, что создатели фильма пытаются многое протащить во вселенную Булычева от льда и притяжения. Лично мне оба эти фильма в свое время ужасно не понравились, и я долго еще гадал, почему они оба получили сиквелы, учитывая их ужасное качество. Лично меня всегда удивляет, когда создатель фильма пихает романтическую линию просто, чтобы она была, без всякого смысла и мотива. Да, вы можете сказать, что поцелуй Алисы помог Коле перенестись во времени, но это наиглупейший мотиватор. Совершенно ненужная тут романтика проскальзывает и между двумя другими персонажами, и тоже совершенно нелепая, но хотя бы в виде шутки и на том спасибо. Помните, как Марти и Док Браун переместились в будущее, искривленное их действиями в прошлом? Тут мы видим аналогичную историю, показано два мира будущего, прекрасный и мрачный, захваченный глотом. Второй мир требовал куда больше объяснений и развития, но, видимо, авторы подумали, что хронометраж и без того затянут, поэтому показали его мельком, сводя все объяснение к трем словам «Мы все просрали». Что же касается светлого будущего, оно здесь тоже показано вскользь, но ему хотя бы уделено какое-то словесное описание. На удивление, книга Балучева в этом плане куда больше нам раскрыла прекрасное далекое, нежели двух с половиной часовой фильм. Пришла пора поговорить о самом наболевшем. И это будет большой блок. Практически все герои в фильме жутко раздражают, когда показывают их привычное поведение. Это касается всех героев, за редким исключением. Давайте поговорим поподробнее. Алиса Селезнева. Что она делает в фильме решительно непонятно. Здесь она больше любовный мотиватор Коли Герасимова. Убрать Алису и кино практически никак не изменится, а недостающие детали движка сценария можно с легкостью заменить без потерь. У нее в фильме две ипостаси. Серая мышь, не делающая абсолютно ничего, и эгоистка, делающая все по-своему. Ты очень быстро забываешь о ее розовых волосах, понимая, что никакую роль толком она тут не играет, и это даже не вина Даши и Верещагиной. Она-то нормально исполнила эту роль, просто сама роль ни о чемная. Коля Герасимов, главный персонаж истории, поначалу раздражает каждую секунду его появления в кадре, а поскольку он главный герой, то находится в кадре постоянно, и это его клоунада заколебывает с первых минут. А когда он начинает читать Алисе Рэп, в этот момент мне просто захотелось выйти из зала, поскольку подобное дерьмо я уже слышал в фильме «Лед». На удивление, во второй половине фильма Герасимов находит другой вектор раздражения, своей исключительностью и всемогуществом, которые тычутся прямо в зрителя. Этот герой – живой пример тренда делать из школьников, студентов, неудачников, всемогущих персонажей, спасающих галактику, мир. Вот только этот тренд уже 20 лет, как повторяется в каждом втором фильме, и явно поднадоел своей однообразностью. Кира Селезнева – мать Алисы, внезапно играющая здесь ключевую роль. Напомню, в оригинальной книге Балычева ее вообще не было, а если и брать всю вселенную Алису, то Кира была архитектором Солнечной системы. Здесь же она – военная, которая остановила вселенскую угрозу в лице космических пиратов. Этакая местная Сара Коннор – наиболее удачный и самодостаточный персонаж фильма. Второстепенные персонажи будущего. Константин Хабенский в роли Игоря Селезнева – отца Алисы. Тот он профессор-ветеринар, занимающийся лечением животных. В оригинале он был директором Космозо, знаменитого космического зоопарка. Честно говоря, особой разницы нет. Скорее всего, должность ему поменяли, чтобы не тратиться на спецэффекты для Космозо. Ничем не примечательная роль. Робот Вертер. Впервые был введен во вселенную Алисы в сериале «Гости из будущего». В оригинале никакого робота не было. Но зато упоминался робот Гриша. Это домашняя нянька Алисы, которая следит, чтобы она правильно питалась и делала уроки, так как родители слишком заняты на работе. В этом фильме Вертер, озвученный Федором Бондарчуком, предстал в виде летающего бота с программой голографического создания образов. Одноклассники Коли. Наиболее важным тут является Ефим Королев. Местный задрот-киберспортсмен. В оригинале был раздражающим мальчиком, которому Коле доверил свой секрет. Настя Алтухина. Девушка, в которую Коле был влюблен до Алисы. Образ, будто взятый от Кардели и Чейз в сериале «Баффи истребительниц вампиров» и его спин-оффа «Ангел». Такая же клишированная эгоистичная дура. И Витька, парень Насти, до нельзя тупой мажорчик. Каждый из этих персонажей ничего из себя не представляет, да и вообще, все дети тут совершенно плоские. Космические пираты. Их я не просто так оставил напоследок. Пираты составляет тут не то, что половину сюжета. Весь фильм, по сути, стоит на них. И теперь понятно, почему Александр Петров на постере стоит по центру. Весельчак У в определенные моменты располагает к себе, но Петров очень часто переигрывает с этими хихиканиями по любому поводу. Но отыграл он свою роль все равно неплохо. Видно, что актер пытается создать такого злодея, который бы к себе располагал. И в определенные моменты ему это удается. Фактически, он тут второй главный герой, после Герасимова. Его напарником в оригинале был Крыс с планеты Крокрыс. Тут же вместо него Глот с планеты Катрук. Это космический пират из мультфильма Тайна Третьей планеты, где он тоже был заменой Крысу. Поскольку в этом фильме его решили сделать не комичным, а куда более угрожающим, то имя Крыс не очень подходило к образу. У Глота совсем другие способности. Он не превращается в других, а разговаривает, в кавычках, с космосом, который посылает ему сигнал, что появился космеон. А также способен управлять действиями других живых существ. Глот производит впечатление опасного и куда более угрожающего противника, нежели Весельчак У. Дуэт этих пиратов в целом можно назвать удачным. Тут хорошо подчеркивается, что Глот это мозг, а Весельчак У это физическая сила. И если последний действует в лоб, понимая, что никто в равной битве его остановить не способен, то Глот куда более хитрее и изощреннее. В фильме много действий героев, которые не очень хорошо поддаются логике, но никак не объясняется. Ведь нужно же как-то двигать сюжет дальше. Например, при всей возможности космические пираты не пользуются огнестрельным оружием, да и вообще практически никто из персонажей даже в мрачном будущем не использует огнестрел, хотя он тут существует. Если тут происходит убийство, то это либо массовая смерть персонажей без лиц, либо пронизывающая драмой трагедия. Третьего не дано. Но, конечно, самая большая нелепость это, внимание, спойлер, победа в решающей битве. При всем своем сверхразуме и при всех своих способностях Глота побеждает наитупейшим образом. Да и вообще, в темном будущем Глот словно разучился вообще думать. Ну и, конечно, все эти перемещения во времени каждые пять минут под конец фильма раздражали настолько, что уже было плевать на логику и парадоксы путешествия во времени. Причем всем персонажам. Вывод. Честно признаться, я думал, что будет хуже. Фильм имеет положительные стороны и его вполне можно посмотреть. Главное не ждать многого, ведь кино имеет множество недостатков. Хронометраж слишком большой. Будущее, то есть фантастическая часть истории, показано скудно. Большинство персонажей раздражает. Но самое главное, не воспринимать этот фильм с точки зрения приключений Алисы Селезневой, так как с циклом произведения Кира Балычева он не имеет ничего общего. Ни по духу, ни по персонажам, ни по отсылкам. Сто лет тому вперед, это фильм, навеянный одноименной повестью автора. Попытка сыграть на ностальгии не очень удалась, несмотря на знакомые имена и треки. Все же это фантастический боевик, приправленный рукопашными боями, любовной мелодрамой и героем-неудачником, ставшим спасителем мира. А Алиса здесь больше для декорации, ведь по сути весь фильм на себе протащили Кира, Весельчак У и Глот. Если не воспринимать этот фильм как экранизацию повести «Сто лет тому вперед», то это средненький, молодежный, фантастический боевик, который отчаянно хочет выдавить слезу ностальгии. Хотя основная аудитория фильма это явно не те, кто когда-то, будучи детьми, полюбили приключения девочки с земли.